Вы можете продлить себе молодость тем же самым питанием. И вот до 40 лет можно вообще практически любое заболевание скорректировать питанием. То же самое, все ваши тестостероны, эстрадиолы и прогестероны, которые запускают ваши менструальные циклы, они образуются из холестерина. У нас нет разницы между мужчинами и женщинами в плане гормонов. Нет мужских гормонов и нет женских гормонов. Все едино. Концентрации разные, безусловно. Но все одно и то же, один и тот же организм. И то же самое, создать для вас условия, на тебе больше жиров, на тебе больше белков. Восстановится твой цикл, будет какое-то время дольше. С женщинами сложнее. Если у нас там вкл-выкл, то у вас там тут подкрути, тут поправь. То есть у вас гораздо все интереснее. У нас почти все вырабатывается в одном месте. У вас нет. У вас есть разные органы. Это и яичники, и надпочечники. Они там 50 на 50 ответственность свою делят. С одной стороны это сложнее, но с другой стороны проще. В плане восстановления гормонального фона женщины. Но после 50 практически вариантов без заместительной гормональной терапии нет. Ну пока нету. Пока нету. Будут данные, будем про это говорить. Есть плацентарные препараты. Впереди там генной инженерии на месте не стоит. Сейчас самое развивающееся. Но опять же не стоит лезть вот в дебри какой-то там сейчас вот только развивающейся науки. У нас с питанием ничего не решено. Вопросы. Мы лезем, мы тратим сотни тысяч препаратов на препараты, да, на плацентарные препараты восстанавливая. Но при этом она сидит на обезжиренной безуглеводной диете. Ну, маразм крепчал. КОНЕЦ